Десятилетиями инженеры совершенствовали игровые девайсы, но ничего лучше мышки, особенно для шутеров, пока никто не придумал. При этом мыши прошли огромный путь эволюции, от квадратных брусков с шариком внутри до сверхточных устройств любой формы. Теперь вопрос только в том, что из этого выбрать. Я отобрал 5 вариантов относительно недорогих мышей до 1000 гривен или 35 баксов, которые либо уже имеют огромную популярность, либо заслуживают её. Как всегда, выстрою их в порядке возрастания цены, количество отзывов и личному мнению, так как объективно назвать лучше для любой руки и любой игры просто невозможно. Да и каждая из этих мышей по-своему хороша. Начнём с самой доступной и малоизвестной из этой пятёрки, Hator Dake V2. Если что, это украинский бренд, хотя мы-то с вами знаем, что всё, что не делается, делается в Китае. Итак, это мышь, в которой смогли объединить все самые популярные хотелки. Топовый сенсор, микрики Amron, симметричную форму, много кнопок, прорезиненные боковины, RGB-подсветку и невысокую стоимость. Если не ошибаюсь, это вообще самая доступная мышь с сенсором Pixar 3389, которая продаётся официально на украинском рынке. Причём даже выглядит эта мышь дороже, чем стоит, хотя дизайн нельзя назвать изысканным. Основная часть корпуса сделана из приятного soft-touch пластика. Сбоку прорезиненные боковины с красивой фактурой, а у основания полоса с RGB-подсветкой. К слову, логотип тоже светится, но уже не так ярко, так как у них общие светодиоды. Форма мыши максимально простая, без наплывов и заплывов, но удерживать её ладонным или пальцевым хватом удобно. Кроме того, за счёт симметричной формы и зеркального расположения кнопок, она одинаково хорошо подойдёт для любой руки. Разве что для когтя мне мышь показалась слишком длинной. Масса 105 грамм тоже не лучший вариант для когтевого хвата, хотя с балансом у мышки полный порядок. Ещё эта мышь – рекордсмен в этом топе по количеству кнопок. Всего их тут аж 9 штук. Две слева, две основные, колесо, две сверху и ещё пара справа. Под основными находятся микрики Amron с ресурсом 20 миллионов нажатий. Клик у них относительно жёсткий. Дополнительные на Каил. Вот как звучит эта мышь. Колесо имеет механический энкодер от TTC, мягкую отсечку и подсветку, которая меняет цвет в зависимости от режима DPI. Единственный минус – оно люфтит. Все кнопки можно переназначить в фирменном софте, что для такой цены опять же редкость. Там же есть куча функций, включая запись макросов, настройку сенсора и RGB подсветки. Для последней есть шесть эффектов, а встроенная память даст возможность сохранить настройки на самой мышке. Снизу две большие тефлоновые ножки, они неплохо скользят, а в комплекте идёт пара запасных. Провод длинный, 1.8 метра в тканевой оплётке с небольшим эффектом памяти. Он обычный, его сложно ругать или хвалить. Ну и самое главное, в основе HOTOR DAKE V2 – топовый оптический сенсор PIXAR 3389 с разрешением 16000 DPI. Он не срывается, не имеет сглаживания и акселерации и отлично работает на любой поверхности. Раньше такое можно было увидеть только у флагманов за совсем другие деньги. В общем, для меня эта мышь стала открытием, она явно заслуживает большей популярности, за что и попадает в наш топ. Вряд ли хоть одна подборка бюджетных игровых мышей может обойтись без девайсов в Bluddy, из которых можно составить отдельный топ. Но в этом видео мы ограничимся только одной моделью – обновлённой Bluddy P30 Pro. Дело в том, что её сенсор тоже прокачали до PIXAR 3389. Раньше в неё ставили 3360 с разрешением 12000 DPI. И тут может показаться, что теперь это бюджетный датчик, что не совсем так, не так уж много недорогих мышей могут им похвастаться. Например, в этом топе всего две такие, хотя я специально старался отобрать самые интересные варианты. P30 Pro имеет удобную, я бы даже сказал легендарную эргономическую форму а-ля дезадор под правую руку, но со своими особенностями. Например, справа есть ямка под безымянный палец, из-за чего мышь более ухватистая, даже несмотря на отсутствие резиновых вставок по бокам, хотя такое решение зайдёт не всем, а резинки тоже были бы не лишними. В общем, это вариант для тех, кто любит крупные и высокие мышки и играет в основном ладонным хватом. Для пальцевого она тоже подходит, но чувствуется явный перевес задней части. Кстати, масса P30 Pro тоже внушительная – 160 грамм. Корпус сделан из практичного матового пластика, и в отличие от мыши, которые вдохновлялись дизайнеры Bluddy, тут основные кнопки отделены от корпуса. Сделано это скорее в угоду дизайну, так как клик от этого мягче не стал. Кроме того, они ещё и умеют греметь, например, при ударах мыши об стол. Но если вас это не смущает или вы редко стучите мышью, взамен P30 Pro, помимо крутого сенсора и удобной формы, предлагает по-настоящему необычную функциональность и даже, откровенно, чительские возможности. У мышки целых восемь программируемых кнопок, на которые легко можно настроить как всякие удобные штуки, например, автозакупку в один клик, так и откровенно нечестные вещи, как гашение отдачи или мгновенный разворот на 180 градусов. Вообще, продвинутый софт – это традиционная особенность мыши и благи, причём раньше за некоторые его функции приходилось доплачивать отдельно. Сейчас от этой практики отошли, всё доступно сразу. Кстати, те же макросы записываются в память мыши и работают потом даже без софта, из-за чего могут обходить защиту в играх, в которых такие вещи запрещены. Но, надеюсь, читеры это видео не смотрят, я за честную игру. Под основными кнопками микрики с ресурсом 20 миллионов нажатий, боковые случайно не нажимаются. Колесо с мягким и тихим скроллом. Кстати, вот так всё это звучит. Ну и, конечно, RGB подсветка. Правда, в отличие от других моделей Блади, которая сияет со всех сторон, тут скромно подсвечен только маленький логотип, который я не смог заставить переливаться всеми цветами радуги, но это обещали пофиксить. Что касается внешней отделки, она максимально спартанская, без каких-либо излишеств. Разве что ножки, традиционно железные. Они просто неубиваемые и отлично скользят по тканевой поверхности. Pro длинный в тканевой оплётке с явным эффектом памяти, но движению мыши особо не мешает. Подытожим, Блади P30 Pro это дорогой сенсор в недорогой мыши с удобной формой и продвинутым софтом, но без каких-либо излишеств. Как раз для тех, кто не любит переплачивать. Следующая в моем списке HyperX Pulsefire Core. Это младшая и самая скромная модель в линейке Pulsefire. Она имеет удобную симметричную форму, приятный дизайн без особых наворотов, целых семь программируемых кнопок и уже обязательную RGB-подсветку логотипа. Внутри установлен оптический датчик PIXAR 3327 с разрешением 6200 точек на дюйм и высотой отрыва 2 мм. Таким мало кого впечатлишь, но со своими обязанностями он справляется хорошо. Мышь послушная, прицел не срывается. Подтверждение этому более 200 положительных отзывов только в каталоге розетки. В отделке корпуса используются три вида пластика. Полуглянцевый сверху, фактурный матовый по бокам и глянцевые вставки между ними. Получилось скромно, но симпатично. Боковины изогнутые и цепкие. Мышь легко удерживать любым хватом. Кроме того, ее масса без провода всего 87 грамм. Но несмотря на симметричную форму, рассчитана она на правую руку, так как боковые кнопки есть только с левой стороны. Кстати о кнопках. Клик основных короткий, но четкий и жесткий. Мне нравится. О производителе микриков на сайте ни слова, указан только ресурс 20 миллионов нажатий. По информации сети, внутри установлены переключатели TTC. Колесо прорезиненное, имеет слабую отсечку. Само собой, все можно настраивать в фирменном софте IPX Ingenuity, который в состоянии вечной беты. Устанавливается через Microsoft Store, имеет минимальный набор настроек и до сих пор не умеет сворачиваться в трей. Благо, макросы тут тоже выполняются аппаратно и работают даже с выключенным софтом. И еще тут просто огромные тефлоновые ножки, благодаря которым мышь отлично скользит. В этом плане она явно одна из лучших в этой пятерке. Длина провода 180 см, он тонкий, в тканевой оплетке, неплохо скользит, но имеет небольшой эффект памяти. В целом, Pulsefire Core это интересная, удобная и универсальная мышь. Она не может похвастаться флагманскими характеристиками, но и цена у нее тоже не флагманская. А замечание касается в основном софта, который, надеюсь, со временем пофиксят. Еще один вариант для тех, кому нравится Desider, хочется оригинал, но не нравится цена – Razer Desider Essential. Это упрощенная версия мышки, первое поколение которой вышло в далеком 2006 году. Форма оказалась настолько удачной, что зашла многим киберспортсменам и актуальна до сих пор. Тогда сенсор имел разрешение всего 1800 dpi. Современная Desider V2 может похвастаться уже двадцатью тысячами точек на дюйм, а в Essential поставили датчик 6400 dpi. Воображение не поражает, но многим вполне будет достаточно. На форме особо задерживаться не будем, про нее за последние десятилетия наговорили уже достаточно. Если коротко, мышь большая, высокая, рассчитана на ладонный хват, но отлично подойдет для пальцевого, а некоторые используют даже коготь. Если что, ее масса 96 грамм. С балансировкой все в порядке. Пластик матовый, черный, немного шероховатый и достаточно цепкий. Боковины фактурные, но тоже без резиновых вставок. Зато ничего не сотрется и не отклеится. Кстати, в природе существует еще и белая версия этой мыши, но у нас в продаже я ее не встречал. Кнопок всего пять, но зато их можно переназначить, забиндить на них макросы и все в этом духе. Еще радует, что ничего не люфтит и не гремит. Клик основных кнопок четкий, приятный и где-то средней жесткости. Накликивать удобно. Кстати, их ресурс 10 миллионов нажатий. Боковые кнопки большие, легко нащупываются, но случайно не нажимаются. Колесо тихое, прорезиненное, с еле заметной отсечкой. В общем, слушайте сами. Настройка происходит в фирменном софте Razer Synapse. Там же можно изменить чувствительность сенсора, частоту опроса и заставить зеленую подсветку мигать. Все. Изменение высоты отрыва или еще что-нибудь изысканное доступно только для более дорогих мышей. Как для ПО весом в 700 мегабайт, не очень впечатляет. Радует, что не все из этого висит в оперативке. Провод длинный, целых 2 метра 10 сантиметров. Тоже в тканевой оплетке, мягкий и тонкий. Эффект памяти минимальный. Тефлоновых ножек три, плюс рамка вокруг сенсора. По тканевому ковру скользят нормально, но без особого энтузиазма. Как по мне, для езды по мягким поверхностям не хватает немного высоты. Но несмотря на некоторые недостатки и простоту, эта мышь чуть ли не рекордсмен по количеству положительных отзывов в каталоге «Розетка», что только подтверждает, что плюсов у нее гораздо больше, чем минусов. В общем, можете сами почитать, ссылка будет в описании. А мы двигаемся дальше. Самая популярная мышь до 1000 гривен – Logitech G102. Уже долгое время она возглавляет топ и продаж и имеет кучу положительных отзывов от довольных пользователей. Недавно вышла ее обновленная версия LightSync, которую я и включил в этот топ. В ней переработали сенсор, улучшили подсветку и добавили вариант в пафосном белом цвете, который стоит столько же, но выглядит чуть дороже. В общем, я буду показывать оба цвета. Самое парадоксальное, что с виду это обычная офисная мышь. Непонятно, куда смотрели маркетологи. Гейминг выдает разве что сочная RGB-подсветка логотипа и полосы по периметру. Форма классическая, симметричная и максимально простая. Странно, но она удобная. Ее легко удерживать пальцами, когтем и даже небольшой ладонью. Масса всего 85 грамм. Балансировка идеальная. На боковинах нет ни резиновых вставок, ни особого узора. Но благодаря сужению к основанию и матовому пластику мышь легко поднимать и она не выскальзывает даже из потных рук. К слову, это не первая мышь с такой формой. Точно также выглядит более дорогая беспроводная G305, которой я сам пользуюсь. А какое-то время в таком кузове была еще и топовая G Pro, ориентированная на киберспорт. В общем, у этой формы очень долгая история. Сердце G102 LightSync — оптический сенсор Logitech Mercury с разрешением 8000 dpi. Он имеет высоту отрыва около 1 мм, скорость слежения 200 дюймов в секунду и выдерживает ускорение 25G. Без рекордов, но этого предостаточно для комфортной игры без срывов и других неприятных моментов. Кнопок всего 6, каждую можно переназначить. Под основными микрики Amron, рассчитаны на 10 миллионов нажатий. Клик короткий, легкий и четкий. Кстати, кнопки подпружинены и моментально возвращаются в исходное положение. В общем, работают они очень приятно. Боковые легко различимы, случайно не цепляются и нажимаются даже слайдом, но есть только с левой стороны. То есть, рассчитаны на правую руку. В дополнительных кнопках используются микрики Kail. Колесо имеет четкую отсечку, скроллится довольно громко. Мышь поддерживается софтом G-Hub. Настройок много, все красиво и продумано. Меню разделено на три вкладки. Подсветка, сенсор и кнопки. Понятное дело, можно писать макросы. Провод без тканевой оплетки, но очень легкий, гибкий и послушный. Его длина 2 метра 10 см. Правда, насколько долго белый провод останется белым – это вопрос. Ножки очень маленькие, но скользят хорошо. В том числе из-за их высоты и легкой массы мышки. В общем, субъективно Logitech G102 LightSync – это один из лучших бюджетных вариантов. Удачная форма, неплохой сенсор, отличные кнопки и высокое качество сборки. Ничего не скрипит, не люфтит, все хорошо подогнано, пластик добротный. Так что рекомендую. Поздравляю тех, кто осилил все видео. Желаю вам сделать правильный выбор. А чтобы увеличить шансы, рекомендую сходить в магазин и опробовать каждую мышь лично. Ну и по классике, пишите свои варианты топ-5 в комментариях. Всем пока!